У Надежды Викторовны в маленькой квартирке одна комната и кухня. Вода только холодная, а туалета и ванной вовсе нет. Мыться пенсионерка ходит в городскую баню, но недавно узнала, что ее могут закрыть. Увидела там, значит, люди обращаются, что баню закрывали. Там обращение было, письмо и с подписями. Я тут подписалась, и нам что, в ушатых в огороде, извините, себя поливали. Свою подпись под коллективным письмом поставил и Иван. Для него поход в городскую баню – это семейная традиция. Еще с детства его вместе с братьями водил сюда отец. Теперь он водит в баню своих детей. Собираемся всей семьей с братьями и также с друзьями, с близкими. У нас просто много народа, в свою баню все равно даже не получается всем собраться. А здесь все приходим. Ну и как бы вы видите, много кого где-то сейчас не увидишь, а в бане уже можно со всеми встретиться. А вот и то самое коллективное письмо на имя главы администрации. Его нам показали сотрудники бани. На семи листах почти сотня подписей. В письме люди просят баню не закрывать и приводят целый ряд аргументов. Один из главных – здесь баня самая настоящая. Именно русская баня у нас. Мы топимся березовыми дровами. Ни электричеством, ни газом, ни этим. А мы топимся дровами. Здесь совершенно другой пар. Сотрудники рассказывают, новую парную сделали недавно. Из специального камня поставили русскую печь, а дерево – исключительно сосна и липа. Она уникальна тем, что люди получают здесь здоровье. Понимаете? Это снимает и стресс, и утомляемость. С вениками они здесь, с паром. Все это веники березовые, дубовые. Все это они друг друга нахлещут. Ну вообще класс. Там специальный ключик, они туда постучат в стеночку, да, и кричат. На, подали, все это хорошо. В 2015-м здесь был частичный ремонт. Заменили котлы и бойлерные. Все работы обошлись в миллион двести тысяч рублей. Теперь еще не менее шестисот тысяч требуется, чтобы отремонтировать сам зал и душевые. Но столько денег предприятие само заработать не в состоянии. Баня работает четыре дня в неделю и посещают ее в среднем 40-60 человек в день. Но к нам приезжают люди из Москвы, из Владимира, из всех деревень. И баню никак нельзя закрывать, потому что в деревнях, в Тарбаево, в Гавриловском, в Ипово, все в Суздальском районе практически не осталось бани. Но по словам главы городской администрации, даже при такой популярности, городская баня последние 5-6 лет муниципальной казне приносит только убытки. Почти 2 миллиона в год. Помещение более чем в 500 квадратных метров задействовано только наполовину. Еще в ноябре специальная комиссия признала баню нерентабельной. Решения может быть три. Первое. Сохранить все как есть и покрывать убытки бани порядка 2 миллионов рублей в год. Вторая история. Продать данное имущество с обеспечением той категории населения, которая подлежит бесплатной помывке от муниципального образования. Кстати говоря, таких человек всего два. В городе Суздаль это малоимущие, не имеющие специальной душевой кабины для помывки. Третий вариант, который сейчас рассматривают чиновники, это возможность сдать баню в аренду. Окончательное решение не принято и когда будет, пока неизвестно. Но к мнению горожан, власти Суздаля обещают прислушаться. Валентина Мартынова, Евгений Токарев, 6 канал.